Идется такая-то пешеная пропаганда в российском стиле. В последнее время очень много вещей в российском стиле происходит в Украине, в путинском стиле. Вы не волнуйтесь, практически все хорошо, все со всеми договорятся, и не нужно волноваться, не нужно никуда выходить. Мы обязательно должны выйти. Украина в одном шагу от диктатуры. Я никогда не думал, что когда-либо это скажу. Но то, что мы видели за последние месяцы, то, что мы видели за последние недели, диктатура в одном шагу от диктатуры воров и жуликов и врагов украинского народа. И не видеть этого было большим преступлением. Мы в одном шагу от диктатуры, потому что происходят очень плохие процессы. Убивается свободная медиа полностью. Я вчера специально не ходил на передачи, прямо скажу, на одну передачу ЗИК, а вчера вечером специально пошел, потому что вчера напали на ЗИК, хотели прикрыть ЗИК. До этого я абсолютно не симпатизировал владельцам Ньюзуан, личностном плане. Мы полностью не разделяем взгляды друг друг друга, мягко говоря. Но я пошел защищать Ньюзуан, потому что на них напали, потому что они освещали наш марш. Вы прекрасно знаете, что нападают на другие средства массовой информации, подкупают, перекупляют. Я не узнаю некоторых журналистов, которых очень уважал, и которые просто стали говорить такое, что просто волосы дыбом встают. Что с людьми делают, деньги или другие механизмы. И они хотят, чтобы в стране была только одна версия заранее заказанная. И на марш за импичмент нужно выйти только потому, чтобы эту ложь перебить. И остановить страну от катастрофы и от диктатуры. На марш за импичмент нужно выходить, потому что мы должны убрать олигархат от власти Украины. Остановить коррупционную схему. На марш за импичмент надо выходить, потому что те, что участвуют в коррупционных схемах, должны быть наказаны. Намаж заэпичивает, нужно выходить, потому что гемпрокурор, больше, чем все гемпрокуроры вместе взятые Украиной раньше, извратил само значение слова прокуратуры и справедливости. Сточнее сюда наоборот. И превратил прокуратуру еще больше, чем в Шонка, еще больше, чем все остальные, которые раньше были в инструмент политических репрессий, а также просто издевательство над законной справедливостью. Из-за денег, из-за собственной алчности и жадности. И мы должны выйти хотя бы для того, чтобы потребовать отставки этого гемпрокурора. Мы должны выйти, потому что у нас должен быть закон про импичмент, и ни этот, ни любой следующий президент не должен себя чувствовать безнаказанным. Нам нужен закон про антикоррупционный суд. Не разводка закон про антикоррупционный суд, а настоящий закон про антикоррупционный суд. И не под влиянием и нападением Запада, а просто потому, что это так нужно для страны. Поэтому мы должны выходить на закон. Да, мы должны вести переговоры. Все политические силы должны разговаривать друг с другом. Да, есть старые обиды. Кто кого обидел, начиная с 92-го года. Да, я это знаю. Да, я знаю, чтобы большая часть политических сил стала частью этой коррупционной системы. Независимо от того, они в оппозиции или в большинство. Да, они там рука руку моют и договариваются в безусобойчиках. Но все равно надо разговаривать для того, чтобы переход был мирный. Надо разговаривать. Я сказал, несмотря на то, что президент Украины сказал, что я агент ФСБ, большего оскорбления не могло быть в отношении меня. И то, что они делали сравнимо с делом Дрейфуса, это дело начала 20 века, где Эмиль Золя защищал Дрейфуса, патриота Франции, которого обвинили в том, что он шпион Германии. Несмотря на это, у меня нет никаких личных обид на президента Порошенко. Я готов разговаривать в любой момент с президентом Порошенко, но готов говорить об этих вещах. Как мирно перейти? Как реально не раскачивать страну, чтобы мы не потеряли страну? Как отогнать от кормушки всех этих людей? Я прекрасно знаю, что олигархи, олигархов говорить о борьбе с коррупцией, это то же самое, что говорит агентировать пчелу не ест мед. Но будем агентировать и пчел. Я готов убеждать пчел в одержаться от меда некоторое время ради их собственного спасения. И это не противоречит друг другу. Конечно, мы должны поговорить. У нас есть силы в Украине, которые говорят, не раскачивайте страну. Я с ними согласен, не раскачиваем страну. Мы даже сохранить страну. Владимир Путин, его риторика, вы слышали, что он сказал? Я саакашили хотел сделать в Украине государственный переворот. Каким образом риторика президента Украины совпадает с друг риторика Путина? Что это такое? Я уверен, что я не сомневаюсь, что и не думаю, что президент Украины согласовывает это с Путиным или там он с ними в сговоре. Просто совпали мысли. И то, что совпали мысли, это должно нам сказать, что что-то в непорядке в стране. То, что Путин говорит, что он не допущен, что в Саакашили бегали по Украине, по России и так далее, значит, мы сделаем это очень правильное. Что-то очень правильное, но вопрос не с Саакашили. Украинцы должны взять власть в свои руки. Это моя цель. Нет у меня других амбиций. Это мы должны все понять. Поэтому мне кажется, что вот в этой ситуации, когда нам говорят, не раскачивайте страну, не раскачивайте лодку. Страну не надо раскачивать. Все должны сесть и разговаривать, кто бы чему ни призывал, без личных обид, с полным уважением до институтов и до друг друга. А институты нужно уважать. С полным уважением того, что с другой стороны, что твоего собеседника не надо унижать. А меня хотели, а не унизить. Но меня никто не сможет унизить, если я сам себя не унижу. Я не вижу это от слова Шаранского. Это не мои слова, но я все повторял это в тюрьме. А Шаранский 15 лет сидел, или 16. А я всего 4 дня. Но еще до этого, когда советское время, там же 2 дня. И просто я хочу сказать. Но когда нам говорят, не раскачивайте страну, страну не будем раскачивать. Так вот, но тем, которые говорят, не раскачивайте страну, но не трогайте коррупцию, не трогайте олигарха, не трогайте схемы. И дайте нам спокойно ее дограбить. Скажу прямо. Будем раскачивать. Но будем раскачивать будку. Не путайте страну со своей будкой. Страна Украина, великая страна, но это не ваша будка. Это не ваша коррупционная будка. Будку будем раскачивать, 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 пока она не лопнет и уберется с политической арены. Я думаю, что это все должны понимать. Но опять-таки, мы должны делать это все мирно. У меня очень миролюбивое намерение. Последнее, что нам сейчас нужна, агрессия в таком натуральном виде. Мы можем, да люди очень сердитые. Правильно очень сердитые. Извините, здесь собралось много предпринимателей. Я знаю, как трудно сводить, в конце концов, вам. А как обычным людям, у которых вообще нет никаких доходов. Вчера вечером пошел опять на закупки и покупки силпо. В принципе, набрал сегодня, то есть приезжает моя семья, но набрал продуктов на два дня. На два дня. Ничего особенного. И в принципе, ты больше тысячи гривен. А что делать всем, у которых доход всего там, после всех коммунальных и так далее, этих тысячи гривен? В советское время, докторская колбаса, вот эта, 100 грамм, стоила 30 копеек. Сейчас такая же стоит 6 долларов. 5 долларов. То есть ты мог, если ты был пенсионером, если у меня студент был, 100 рублей была стипендия, я был отличником. Я мог себе позволить этой колбасы минимум 4 раза в день. Сейчас пенсионеру может позволить всего 3 раза в месяц максимум. Если он еще, она не больна и просто на лекарство не идет. Как так можно дальше жить? Мы говорим, и они нам рассказывают про реформы, они нам рассказывают про успехи из своих же виртуальных каналов. Это же не просто вам экономическая теория. Это же не кто Кейн справа или Фридман. Это вопрос просто, что люди голодные. Это вопрос то, что бизнес выживает. Еле. Это вопрос то, что всех заставляют. Если меня можно было гонять по крышам и заламывать руки, и хватать спецназом, что они говорят каждому из вас? Там мы любого скрутим бараний рог. Про меня последнюю неделю прячет вся мировая пресса. Без вообще преувеличения. Редакционные статьи, экономист, Вашингтон-Пост. Вот видите, дорогие друзья, не сговариваясь с Михаилом Саакашвили, Михаил Николаевич сам отметил о том, что есть, к сожалению, в 21 веке такая тенденция к продажным СМИ. И на самом деле показали... КОНЕЦ КОНЕЦ